Легенда Крыма Чершамбе Атутская легенда Бедный Саид Яя Я помню его доброе лицо В глубоких морщинах Сидеющую бороду Сгорбленный стан И необыкновенную худобу И как он подзывал Бывало меня, когда я проходил Мальчиком мимо его сада Чтобы выбрать мне самый крупный Бузурган или спелую Сладкую рябину Ничего, кушай И начинал напевать свою грустную песенку Чершамбе Все знали эту Чершамбе И отчего поет ее Сиид Яя Бедный Сиид Яя Который давно уже не в своем уме Не помнили, когда пришел Сиид Яя в деревню Говорили только, что еще Тогда замечали за ним странное Трудно было найти Кто бы лучше его сделал прищеп Положил катавакт Посадил Чубуки Он был всегда в работе Редко заходил в кофейню Казался тихим Безобидным Но кто ближе был к нему Хорошо знал Как умеет Сиид Яя Подметить все смешное И потому многие не любили его Вспоминали, как срамил он Почтенного Пурамета Который, когда выходил из дому Всегда трогал уголь Тронь два раза На всякий случай Отворачивался Соцкий обляз Когда встречал Сиид Яяя Потому что, когда умерла Его тетка Он рассказал в кофейне Как выли накануне На верхней деревне Собаки Все знали, что это бывает Но Сиид Яяя Сказал громко Умного Высоцкого Выбрали У Муртазы пала лошадь Поздравляли Муртазу Народ верит, что Пожалел Аллах человека Если вместо него Взял лошадь Ворчал Сиид Яяя Мало у Аллаха дела Чтобы заниматься Вашими делами Скоро бублики печь вам будет Качал головой Мула Плохо Сиид Яяя кончит Не знает язык, что болтает И назвал его дурнем Когда услышал, что Посмеялся Сиид Яяя Над пятницей В пятницу шли пожилые В мечеть И позвали с собой Сиид Яяя Усмехнулся Сиид Яяя Идите, идите Я в среду приду Плохо его дело Сказали старики Видно Аллах Отнял у него разум Дурень Сиид Яяя И стали люди Кто сторонится Кто потешаться над ним И никто не хотел Отдавать свою дочь За него замуж А время пришлось Сиид Яяя Жениться И многие заметили Что стал Тосковать он Заметила это и хозяйка У которой Сиид Яяя Служил в работниках И решила посватать Одну вдовушку Из казанских Не любят наши Татары чужих У тех девушки Ходят открытыми Не стыдятся Разговаривать с мужчинами Городское платье Начинают носить Но Сиид Яяя Согласился Хотя и казанская А женщина Большой огурец Малый огурец Все огурец С ватой Сказал он хозяйке И вечером пошел К дому Где жила вдовушка Сидела вдовушка На пороге И жевала мастику Посмотрел на нее Из под рукава Сиид Яяя Хороша Жаль что не закрывается Спокойней было бы Постоял еще Облокотившийся косяк Когда будет ночь Приходи В хозяйкин сад Присвистнул И ушел к себе Не спал в эту ночь Сиид Яяя Не спала и вдовушка Ворочалась на воиноке Вздыхала И остык жаркой И остык жаркой Казалось А когда Смокли голоса На деревне Накинула платок И пошла Под орешину Под орешину И свадьбу Можно устроить Не то что Маленькой Женщине Спрятаться Однако Скоро нашел ее Сиид Яяя Буду тебя сватать Пойдешь за меня Колебалась Ответить Пожалуй Люди засмеют Пошла замуж За дурня Но Сиид Яяя Умел хорошо ласкать К тому же Принес целый платок Сладкой С орехом Баклавы И не боялся Шупнуть на ухо Стыдное слово Не согласилась Вдовушка Пойду Веселым Стал Сиид Яяя Двойную Работу Хозяйке делал И думала Хозяйка Наверное На поладил А по пятницам В камышах жила змея, которая, свернувшись, казалась копной сеном, а когда шла полем, делала десять колен и больше. Правда, убили ее венчары, а Кмелевский хан выписал их из Стамбула. Но остались от нее детеныши, потому что когда принесли в деревню голову убитой, то она, как балахур, сипеть кишела змеенышами. А когда перепуганные люди разбирались в стороны, полетели змееныши в свое гнездо и обратились к джинов. Тарактарский джин-джи видел их в пьяном хороводе, и никто не ходил на юланчик. Но сиить яя не боялся. Эти люди все об юланчике выдумывали, никаких джинов нет, и шайтана нет, может, ничего нет. Тогда коси себе, дурень. И пошел сиить яя на юланчик. От того, что не ходили люди туда, стояла трава по поясу, а из-под косы выскакивали зайцы, выпаркивали птицы. На кашу сено приду охотиться, подумал сиить яя. И только подумал, как увидел через балку на бугре черную собаку с хвостом вверх. Завыла собака, передразнил ее сиить яя. Вой, вой, я тоже умею. И не увидел ее больше. Но нашла черную тучу, закрыла солнце, погнала по земле серую тень. Сиить яя решил отдохнуть и прилег под дикой грушей. На пол зимы накосил. Зайцев набью, шубу жене сделаю, дичи набью, хозяйке отнесу. Хозяйка свадьбу поможет справить. И заснулся и те яя. Не слышал, как налетел из барриколя пыльный вихрь. Как закрутил скошенную траву. Как завыл голодную собаку. Показалось только ему, что вдали играет музыка. Открыл глаза и застыл от ужаса. Летела на него козлиная свадьба. Впереди три горбатых козла с человечьим лицом. Дудели на камышовых дудках. За ними старый козел с вывернутыми рогами. Бил в думбало коровьей ногой. Целым стадом скакали черные козлы. И среди них на верблюде сидела вертелась с бубном в руке его невеста. Хотел броситься к ней сиять яя. Но заметила она это. И скрылась в горб верблюда. И завизжали, запрыгали по всему камышу голые цыплята. И почернело от них окрестное поле. И понеслась свадьба дальше. Помутилась в глазах сиять яя. Вспоминал он потом. И только что позади всех бежал горбатый урод. Кланялся ему. И кричал оборачиваясь. Чершамбе! Чершамбе! Пробежал обезумевший сиять яя в деревню. И не нашел своей невесты. Ушла куда-то и больше не возвращалась. Целых двадцать лет жил после того сиять яя в хозяйкином саду. И только по пятницам приходил в деревню спросить. Не видели ли его невесты? Подходил к мечети и ждал, когда выйдет мула. В плохой одежонке, скорбный и исхудалый сиять яя, становился перед ним на колени и молил. Сделай так, чтобы пятница средой была. Тогда найду невесту. Ведь горбатый джин на свадьбе кричал. Чершамбе! Чершамбе! И возвращаясь к вечеру в свой сад грустный и горбившийся сиять яя, глухим голосом напевал свою печальную песенку. Чершамбе! Чершамбе! Пояснение катужской легенде Чершамбе! Легенду рассказывали мне проживающие в Атузах, поселядин Аблеким Амитяглы и помещица Жанна Ивановна Арцеулова. Герой легенды, сиять яя, живу в Атузах лет сорок назад. И я хорошо помню его доброе грустное лицо. Чершамбе! Среда! Недельный праздник у татар пятница. Гибель лошади или другого животного, в то время как в доме кто-то болен, считается в нашей местности благоприятным для заболевшего знамением. Говорят, что Аллах в этом случае щадит человеческую жизнь, довольствует душой у животного. Суверия дотрагивания до угла существует еще во многих местах. Проводя свое детство в Атузах, я слышал от товарища детства, деревенского мальчика-грека, что уходя из дома, нужно непременно, незаметно для других, дотронуться до угла, чтобы во время отсутствия из дома все было благополучно. При этом я мог передать эту тайну лишь одному человеку. Иначе дотрагивание до угла теряло свою волшебную силу. Соба, печь, ястик, головная подушка, балахур-сипед, корзинка улей, юланчик, по-татарски гнездо-жмей. Так называется местность на пути из Атуз в Старый Крым. Отсюда вытекает река Юланчик, идущая к Коктебельскому заливу. Субтитры подогнал «Симон»!